Сегодня на столе комикс Лига Справедливости, книга третья, Трон Атлантиды, от автора Джеффа Джонса и толпы художников, по лице Ивана Рейса, Пола Пелетьера, Тони Даниэля, Джо Прадо, Хесуса Сайза, Джина Ха, Андреса Гвинальдо и Бреда Уоу Яркера. Издание в твердом переплете и глянцевой обложкой, 272 страницы, этот том по праву можно назвать эксклюзивным для нашей страны. Он содержит аж 10 выпусков, а именно с 13 по 17 выпуск Лиги Справедливости и с 15 по 16 выпуск Аквамена. Ну и как обычно немного бонусов в виде галереи обложек. Экземпляр комикса для обзора предоставлен издательством Азбука. Эту книгу открывает заварушка с главным противником Чудо-женщины, Гепардой. В том, что произошло с Барбарой Минервой, Диана винить себя и поэтому отправляется на ее поиски вместе с Лигой. В этих двух выпусках мы узнаем настоящую историю Гепарды и тайну ее личности, о которой Диана даже и не подозревала. Дальше вас ждет история, развернувшаяся в пяти выпусках и с необычайно высоким уровнем интенсивности. Арка Трон Атлантиды. Расскажу немного про завязку сюжета. С авианосца посреди Атлантики кто-то запускает боеголовки прямо в океан. Их цель Атлантида. В стражевой башне с киборгом связывается его отец и сообщает об этом происшествии. И тут связь резко прерывается. Повествование переносит нас в Готэм-Сити, где Бэтмен ловит очередных преступников. Во время погони с визитом к нему приходит Аквамен и сообщает, что имеет проблемы с контролем над обитателями океана. И что такое в последний раз произошло, когда появились плотоядные твари. А в это время Супермен с Чудо-женщиной ужинают в ресторане. Но их идиллию нарушает огромная волна, несущаяся на город и на гребне которой летит тот самый авианосец. Все это делал рук брата Аквамена, Орма, который решил применить в действии план атаки на сушу, созданный самим Акваменом. Естественно, центральным персонажем истории здесь становится Аквамен и его проблемы. Он мечется, разрывается между Лигой Справедливости и его настоящим домом. И кому именно он может доверять? Арка читается в один присест. С одной стороны, этот комикс еще более глубоко углубляется в уже известных нам членов Лиги. Развивает их отношения, в том числе и романтические. И создает чувство единой коллективности. С другой же стороны, он лихо охватывает историю жизни Аквамена, осознание своего наследия и борьбы за трон. Что по сути и становится катализатором лихо закрученного сюжета и великолепно прориллюстрированных битв. Рисунок все так же радует глаз. Однако Джима Ли в этом томе заменила огромная команда художников, выдающих высокодетализированный рисунок, который покрывает все масштабы, описанные в комиксе. Развороты по-настоящему захватывают дух и заставляют тебя подолгу ими любоваться. В общем, история на этот раз получилась, что не на есть самых глобальных масштабов. Если вы сомневаетесь, может ли Аквамен быть интересным персонажем, в которого можно поверить, то вам точно стоит просчитать Трон Атлантиды. А тем более, советую всем после прочтения этой книги ознакомиться с первым томом Аквамена. Все от того же издательства Азбука, который вот-вот уже скоро появится на прилавках комикс-шопов. Что касается последних трех выпусков, то они аккурат подводят нас к сюжетной арке Война Троицы. Финальные главы этого тома поведают нам о том, что не завалялись еще инопланетные мозгоправы в этом мире, которые точат зубы на Лигу Справедливости. Справиться с новой угрозой, которая упала как снег на голову, женщине-элементу, огненному шторму и атому, поможет тот, кого только стоит позвать по имени. Третий том Лиги Справедливости оказался не только самым жирным по размерам, но и самым наполненным по действиям и размаху истории. Хоть Джим Ли и отошел от серии, но как по мне на рисунок, а тем более уж на сюжет, это не особо сказалось. Команда художников великолепно справилась с поставленной задачей, особенно в арке Трон Атлантиды. Этот комикс и многие другие вы можете приобрести в магазине Комикс Стрит, ссылка в описании. Ну и как всегда, не забывайте подписываться на мой канал на ютубе и вступать в группу ВКонтакте. Перед каждым видео там выходит фото превью комиксов, которые вы больше нигде не найдете. И вступайте в группу официальной кондекции комиксов Марвел от Ашет. Все ссылки будут в описании к видео. Информационный партнер Комикс Стрит.